привет друзья привет сегодня у нас снова рубрика говорящая голова и мы поговорим об изменениях в трековом бизнесе а точнее введение ELD которые нельзя будет обманывать нельзя будет менять будут изменения в трековой жизни размышления по поводу ELD по поводу электронных девайсов которые нельзя будет обманывать раньше вообще Америку называли страной свободы это было давно и закончился этот период когда случилось 11 сентября случился теракт после этого значит Америку страной свободы уже никто не называет точно также и профессию дальнобойщика когда-то считали свободной то есть это такая была свободная профессия теперь свобода это заканчивается вот 16 декабря 2019 года в связи с чем это происходит раньше американцы себе ездили спокойно не было никаких GPS маячков не было сотовой связи они спокойно общались по своему себе радио собирались вечером на тракстапах играли в бильярд отдыхали общались ездили себе спокойненько и свободны были и жили и зарабатывали какую-то денежку потом появились эмигранты которые расчухали что в этой области можно зарабатывать можно вести те грузы которые возят американцы за два дня можно довести за один день то есть они стали зарабатывать стали в два раза богаче местных американцев в десять раз богаче своих родственников на своей родине чувствовали себя прекрасно и думали что можно будет также грести бабло и ни за что не отчитываться и не боялись дюйти инспекторов никакого контроля но Америка как известно это такая страна которая долго терпит но потом жестко решает в связи с тем что люди ехали бесконечно участились аварии обстановка на дорогах стала достаточно опасной и все-таки Америка постоянно растет совершенствуется делает больше контроля Америка долго терпела но теперь все нужно будет делать по закону по правилам а плохо это или хорошо свободы такой уже конечно нет зато есть безопасность должна быть во всяком случае должна быть безопасность на дорогах зато теперь можно отследить каждого человека где он находится если вдруг что-то случилось если вдруг какие-то поломки да то есть везде есть свои плюсы и минусы но конечно той свободы которая была раньше уже нет и скорее всего не будет так что просто нужно жить по закону найти свою нишу зарабатывать деньги но не пытаться грести деньги лопатой мечтая о том что случится какое-то чудо а Продолжение следует... Здесь даже нам представлен художник, который сделал эту красоту. И кто бы вы это думали? Естественно, русский Дмитрий Богатышев. Вот эту красоту сделал Дмитрий. Представляете себе? А я думаю, почему на этом тракстапе есть боржоми, докторская колбаса и киевский торт? Все не так-то просто. Наверное, хозяева тоже русские. Хотели бы, чтобы на всех тракстапах было так. Вот во Флориде вы видите, такой замечательный тракстап. Гречка, семечки, шпроты, квашеная капуста, борщ, баклажанчики, солянка, огурчики, грибы. Здесь опять шпроты различные, помидоры, огурцы соленые. Представляете себе? Варенье. А также на этом тракстапе Кизме вы можете увидеть еще одни признаки русскоязычного населения. Мне кажется, он принадлежит, кстати, русским. Докторская колбаса, селедочка, сырокопченая колбаса с солями, киевский торт замечательный. А также квас и, конечно же, боржомчик. Круто. Если бы на всех тракстапах так было, люди бы могли нормально питаться. А то мой друг в Волмарте закупается. Еда, которую я взял дома, заканчивается. Что, друзья, мы и выберем? Стейк энд шейк. Вот такие стейк-бургеры. Возьму, наверное, баттер стейк-бургер. Да, это неправильное питание. И моя жена меня, конечно, убьет после этого видео. Но раз в неделю можно. Вы реально хотите жить во Флориде? Вот что тут вводится. Ух, ужас какой. И вот такой ужас. Я во Флориде. И какие мысли тут приходят в голову? Вот сегодня 15 декабря. Полмесяца осталось до Нового года. Живу я сейчас в районе Филадельфии, в штате Пенсильвания. И вот так я по работе катаюсь постоянно. Флорида, Джорджия, Техас. Приезжаешь домой, и каждый раз там дождь, снег, ветер, пасмурно. Ну, иногда бывает хорошая погода. Летом погода неплохая. Но дожди тоже часто. И быстро погода меняется очень. И начинаешь задумываться, а почему я там живу? Поэтому я сегодня хочу обратиться к людям, которые меня смотрят, которые живут в Америке. Посоветуйте мне, пока я еще не купил жилье, пока мы с семьей еще живем в съемном апартменте, посоветуйте мне, где лучше в Америке жить. Потому что вот так ездишь, вроде места хорошие, погода лучше. Но с другой стороны, может быть, работы нету. Может, еще какие-то минусы. Может, насекомых много. Может быть, крокодилы, бегемоты, еще что-то такое. Есть какие-то минусы, может быть, серьезные. Я понимаю, что все живут в разных местах, и каждый кулик свое болото хвалит. Но мне мой район нравится тем, что у нас всегда можно найти работу, и до работы можно доехать быстро. То есть кто-то летает на самолете, работая в траковых компаниях в Чикаго, летает на работу на самолете. Мне занимает 10 минут на машине доехать до моего тракового паркинга, и на траке до любого первого груза доехать радиусе 100 миль от моего паркинга, чтобы взять первый груз и чтобы выехать дальше. То есть также, чтобы вернуться домой, не нужно лететь на самолете из Чикаго или еще из каких-то других мест. Хочешь в горы, пока на Маунтейнс. Хочешь на берег, в Джерси-шор, побережье Нью-Джерси. Хочешь в Нью-Йорк, пожалуйста, опять полтора часа проехал на север, в Нью-Йорке. Полтора часа проехал на юг, в Балтиморе. Все рядом, с работой проблем нет. Любые тематические магазины, русские, я имею в виду русскоязычные. И хочешь индусские, хочешь китайские, тайские. Все в изобилии, все есть. Все буквально в доступности в районе 10 минут на машине. То есть очень удобное месторасположение. Очень дорогая у нас недвижимость. Обычный таунхаус, если он новый, это от 400 тысяч долларов. Если он старый, то 200-250 тысяч долларов. Но это таунхаусы, которым лет 20 уже. Очень жду ваших советов. Очень жду ваших комментариев. Где же в Америке лучше жить? Где же все-таки жить? Где купить дом? Где купить апартмент? Где обосноваться? Где же все-таки лучшее? А я тем временем обедаю вот в такой обстановке. 15 декабря на дворе. Вот это обычная эрестерия, где можно сесть и покушать. У меня здесь салман, то есть лосось с кускусом. Сальса, водичка, здоровое питание. Все взятое из дома. Привезено с собой в холодильнике. Покушаю и буду двигаться дальше. И все. И впереди Джорджия. Там возьмем трейлер и дальше уже домой. Завтра буду дома в Пенсильвании родной. Вот это эрестерия. Паркинг здесь для легковых машин и для траков. И вот люди себе садятся за столики, обедают, отдыхают, кушают. Сзади вон за забором там болотце какое-то, наверное. Крокодил там водится, наверное, может быть. А вы когда-то пробовали вареный арахис? Я не знал, что арахис можно варить. Так, друзья, что мы видим тут? Homemade bacon and peanut candy. То есть здесь орешки, апельсины, персиковый сидр. Всякие товары местного производства. Сколько бедных крокодилов поубивали. Крокодилы, головы большие и маленькие. За 14 долларов вот эту сетку. И пакетик батончиков с орехами. Pecan. На самом деле все были заранее предупреждены об изменениях. О том, что нельзя будет нарушать локбуки. И за год уже до этого я знаю, что уже все знали. И компании, и драйверы, и owner operator, и company driver. И все были в курсе о том, что будут изменения. Поэтому, каким образом я вышел из этой ситуации? Еще год назад я устроился работать в компанию, где я стал ездить с ко-драйвером. Я стал ездить в тиме, с напарником. Поэтому уже год я работаю в такой компании, в которой нарушать ничего не приходится. Потому что мы делим наш shift, нашу рабочую смену пополам. 24 часа в сутках. В итоге мы работаем по 12 часов. Из этих 12 часов 11 часов драйвинга, например. То есть мы даже не работаем по 12. Нам хватает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова